Во власти денег Шопоголизм или ониомания Это редкий запрос Целая палитра оттенков, где тема денег так или иначе поднимается Есть ощущение, что я боюсь расставаться с деньгами Денис, помоги, я такая экономная, экономлю на себе Ты примерил, снял эту вещь, думаешь, ну, наверное, потом куплю Надо, не надо, может быть, не стоит И в большинстве случаев ты откладываешь на потом, а потом это не приходит к себе Ну зачем? Ну вот это 7-минутное такое желание И вот зачем я это сделала? Лучше бы не делала Деньги могу с легкостью тратить на кого-то Стандартная история На мужа, на ребенка, еще на кого-то Но потратить на себя, ты испытываешь какое-то чувство вины Я такая транжира, что делать? Транжирство и расточительность Люди, которые очень экономные, они, соответственно, как бы и не смогут прийти ко мне Нет, так как я не самый дешевый психолог Минский Для девушки покупка вещей, путешествия, драгоценности, это эмоции Расточительность Вы знаете, я всегда так делаю впечатление Прогулять всю зарплату на день рождения На последние деньги, будучи без работы, купить шубу Трачу деньги всегда легко, с удовольствием, очень делаю это, люблю К расточительности белорусские Как в Венесуэле к этому относились? Ой, дорогая, откуда у тебя это платье? Это ж старое, я ж его купила, там, два года назад, вообще на распродаже Он такой, а, да, не виделся такого Если мне надо было что-то купить, я покупала за спиной Пешны ли транжиры в жизни более? Или более успешны те, кто способен экономить деньги? Никогда большие деньги не зарабатываются способом экономии Я не думаю, что Билл Гейтс сделал свое состояние тем, что высчитывал, сколько он потратил на хлеб и молоко в магазине Надо работать, работать головой в первую очередь, генерировать новые идеи, новые способы заработка И тогда экономить не придется ни дня в жизни Вот сколько бы этот человек не заработал, ему кажется, мало, надо еще Вот про что это? Что является деньгами для человека? Это безопасность, это власть, это признание и самопризнание или самоценности, возможности, свобода Для большей части людей, да, это, наверное, про, ну, в какой-то степени про безопасность, про необходимость Всегда нужно отсекать страхи, это как такой балласт, который не дает человеку подняться И, фактически, уже поднимаясь, человек по-другому воспринимает вот это большие деньги, да Они для него становятся не такими большими, да, просто понятие большое становится выше Денег не нужно бояться, их не нужно опасаться, ну и не нужно прям за ними гоняться и жадно отбирать у кого-то Всем здравствуйте, это передача Будем Говорить, с вами Ольга Войтова И сегодня у нас интересная тема, и звучит она так Во власти денег А обсуждать эту тему мы будем с магистром психологии Денисом Северовым Денис Северов, магистр психологии, 17 лет, помогает людям быть счастливыми и богатыми Денис, здравствуйте Добрый день, Ольга Денис, расскажите, актуальный ли запрос, например, когда клиенты приходят, говорят Я такая транжира, что делать? Либо Денис, помоги, я такая экономная, экономлю на себе, все это мешает В общем, расскажи об этом Мы на ты можно обращаться, когда? Давай на ты Давай на ты, да, будет проще Конкретно такого точного запроса, что вот вы знаете, я трачу столько денег и ничего не могу с этим поделать То есть это как шапоголизм кто-то сталкивается, да, или ониомания Это редкий запрос, скорее, да, намного чаще люди приходят именно с запросом, когда они понимают, что у них есть какое-то желание финансовой состоятельности Но они не могут его получить, достигнуть вследствие какого-то, как стеклянного потолка Кто-то говорит, что вы знаете, у меня есть ощущение, что я боюсь расставаться с деньгами Да, то есть конкретно такого запроса, наверное, нету, но есть очень много разных, целая палитра оттенков, где тема денег так или иначе поднимается А как звучат клиентские запросы? Можно немножко подробнее? Конечно, например, вы знаете, я хочу больше зарабатывать Вот это вот, это вопрос как раз-таки к психологу Да, я хочу больше зарабатывать Или, например, вы знаете, у меня деньги как будто бы сквозь пальцы утекают То есть я ничего, ко мне приходит большая сумма денег, но я не могу ее удержать на месте Я ее трачу в течение, не знаю, двух-трех дней Вот примерно такого плана Это можно назвать и транжирство, и расточительность Но люди, как бы сразу такой вот важный момент, Ольга, что люди, которые очень экономны Они, соответственно, как бы и не смогут прийти ко мне, так как я не самый дешевый психолог минский Поэтому как бы они уж на этом они точно будут экономить Что какой-то психолог решит их проблему в отношении денег Нет, они, во-первых, не верят, они очень тревожные часто Денис, вот мы сегодня рассматриваем выпуск под двумя разрезами Как ты понял, это когда человек тратит деньги с легкостью, когда экономит очень сильно Такие противоположности Да, полярные истории А расскажи, что более пагубно влияет на человека Вообще тема очень важная, классная, ты взяла вот именно по поводу полярности И вся психология вот исключительно про полярности То есть когда человека шатает из одной крайности в другую И вот я сейчас, знаешь, о чем подумал? О том, что на самом деле часто в человеке бывает Может быть для тебя это будет новость и для наших зрителей Но часто в человеке бывает сочетание двух этих крайностей, двух этих полярностей То есть человек, у него приходят деньги, он транжирит А потом понимает, что ничего не остается Он тут же становится жадным и скупым И здесь как раз-таки вот именно та история Когда в одном человеке заключены две вот этих вот полярности, сущности Как назовите, субличности, как вы захотите А по поводу говорить о том, что вреднее, что опаснее Ну, наверное, как бы чаще всего, когда человек транжира Да, он же, там есть разные степени Есть разные категории транжир, шопоголиков Есть люди, которые действительно, они тратят деньги с удовольствием И тратят деньги на себя, да И при этом у них, да, есть понимание, что они тратят, может быть, слишком много Но у них нету потом угрызения совести о том, что вот я вот как-то потратил что-то Они вот начинают грызь себя Есть категория другая людей, которые шопоголизм доходит уже до таких опасных, вредных состояний Когда после очередной покупки, после такого вот растранжирения денег Всегда приходит чувство вины и разочарования И вот этот цикл, да, сначала мы получаем какое-то удовольствие Потом сваливаемся вниз То есть человек вот так вот идет по полярностям то вверх, то вниз И другая сторона Человек излишне экономный, да Здесь нельзя сказать вот так вот, знаете, категорично Конечно, что люди, которые экономят на себе, они, у них низкая самооценка И они просто не могут позволить себе купить что-то для себя Потому что ценность их самих в своих глазах очень низкая Ни в коем случае Такая категория людей есть Но есть огромное количество людей, которые, зарабатывая огромные деньги И владея большими деньгами, не то чтобы экономят Они, для них нет смысла тратить большие деньги на предметы роскоши, да Они могут, не знаю, деньги отдавать на благотворительность Они могут создавать какие-то проекты, да Но покупка таких вот вещей, как, не знаю, роскошная одежда или дорогой машины Для них не представляет какой-либо ценности Поэтому здесь можно тоже сказать о некоторых таких разных типах, разных понятиях вот этой экономии Денис, а расскажи, какая подноготная в излишней экономности Когда человек покупает только на скидках всё Либо не может себе свободно позволить купить ту или иную вещь Какая всё-таки там подноготная? Классный вопрос, Оль Опять же, ввиду того, что психология такая тема, как надо всегда понимать причинно-следственную связь И, естественно, за поведенческими такими поступками, паттернами всегда стоят какие-то глубинные, ну, я их называю, это ядра, как бы, да, первопричины Во многом люди, которые склонны к такому, как вот скидкам гоняются, да Они, ну, у них, по сути, как бы внутреннее постоянное состояние невроза, да Невроз — это такой конфликт и постоянное психоэмоциональное напряжение То есть человек фактически находится в состоянии такого нервного, такого вот там есть два отдела в нервной системе Симпатика, парасимпатика, и вот симпатика, отдел, который отвечает за мобилизацию Они вот находятся в таком постоянно мобилизованном состоянии, что очень сильно их истощает, обестачивает их энергию Первопричина очень простая, да Такие люди очень часто в детстве не получали то, что им обещали Не получали то, что они хотели И у них формируется такой, как условный рефлекс Особенно на скидке, да То есть когда нас приманивают, заманивают, нажимают на наши триггеры Схватить побыстрее и унести к себе, да Очень часто транжиры являются некоторого рода такими, как стяжателями, типа вот как Плюшкин Да, то есть категории, которые вот закупаются вещами, которые фактически им не нужны Да, то есть тратя на это деньги И если мы говорим вот именно про психологический момент Самое первое, что важно понять человеку, это то, что у него есть эта проблема Потому что если человек не видит этой проблемы в себе Он объясняет это себе, объясняет это своим родным, близким Говорит, да нет, все же гоняются со скидками То он никогда не сможет с этим ничего сделать Денис, у нас на съемочной площадке героиня Вероника Давай послушаем ее историю и ты ее как-то прокомментируешь Давай, с удовольствием На съемочную площадку мы пригласили героиню Веронику Она расскажет именно про случаи экономности в своей жизни Вероника, привет Привет, Оль Расскажи про свое желание сэкономить Мы знаем, что такие истории у тебя для нас есть Вот поделись, пожалуйста Слушай, ну мне кажется, большинство таких историй тоже присуще большинству количеству людей Ну не знаю, там не будем даже далеко ходить Ты приходишь в магазин одежды, к примеру То есть ты видишь вещь на определенную сумму И понимаешь, допустим, цена там не соответствует качеству Хотя ты уже думал, да, то, что вот я приду и куплю это В итоге получается так, что ты примерил, снял эту вещь Думаешь, ну, наверное, потом куплю Ну не надо сейчас, сейчас надо потратиться на что-то более ценное Пойду продукты, к примеру, в магазин куплю Либо детям что-то куплю Ну, сейчас, по крайней мере, уже такого нету Я стараюсь тоже тратиться и на себя Но вот возникают, да, такие случаи Спорные, что надо, не надо Может быть, не стоит И в большинстве случаев ты откладываешь на потом А потом это не приходит к себе Вероника, были ли случаи, когда ты испытывала чувство вины За какую-то покупку и думала Ну зачем, ну вот это 7-минутное такое желание И вот зачем я это сделала, лучше бы не делала Ну, наверное, было, чем не было Было такое чувство вины Даже не то, что я себе там что-то купила, какую-то покупку А в том, что я пошла и потратилась, к примеру, на себя То есть деньги могу с легкостью тратить на кого-то Вот, да, стандартная история Да, там, на ребенка, там, еще на кого-то Но, там, потратить на себя, да Ты испытываешь, там, какое-то чувство вины Там, чувство стыда, что То есть не надо было То есть можно было это куда-то вложить в другое То есть, ну, при этом Чувство вины тебя не покидает Потом ты уже это переосмысливаешь И думаешь, ну, наверное, все-таки я этого был достоин Что, как бы, почему я не могу там себя порадовать Но это уже приходит потом И я над этим уже тоже работаю Вероника, испытывала ли ты когда-то Легкое чувство зависти к тем женщинам и девушкам Которые способны тратить на себя с легкостью Вот она последние деньги пойдет, отдаст в салоне красоты И вот она такая красивая, легкая и легко тратит деньги Вот было ли когда-нибудь чувство зависти к таким женщинам? Ну, это смотря, чьи деньги тратить Свои или не свои На самом деле нет Ну, как бы, вообще чувство зависти для меня не присуще Это как-то не очень хорошая черта И, слава богу, я этим не наделена Наверное, больше стоит поучиться Да, чему-то у этих женщин Что они могут вынвестировать в себя Да, то есть с легкостью Да Могут наслаждаться жизнью этой Берут когда от жизни все Да, вот Но если это денежная трата Используется, мне кажется, более рационально Сильно уже легкомысленно прям То есть не потратила бы большую сумму денег На волосы, на бьюти-процедуры, ресницы, брови Ну, бесконечное количество Если бы это были последние, то, наверное, нет Ну, как бы, у меня есть тоже моя ответственность В виде детей Если раньше это было, знаешь, гори-сарай, гори-хата То сейчас немножко другое отношение к деньгам у меня То есть А что думаешь вот по поводу этих женщин Которые тратят с легкостью И последние порой тратят И они часто повторяют такую фразу Что я потратила, ко мне эти деньги придут Ну, знаешь Человек, который с легкостью тратит деньги Он это делает, мне кажется, в каком-то более эмоциональном порыве Когда ты делаешь вот эти импульсивные покупки При этом ты У тебя, у него, точнее, получается Тратить намного больше, чем это запланировано То есть, ну, по факту Потом человек, как бы, не знаю Все равно должен быть какая-то финансовая подушка Какая-то твоя будущая безопасность На что ты можешь рассчитывать А так вот пойти потратить, как бы, все Но это, мне кажется, не сильно разумно А как ты считаешь, кто достигает больших успехов в жизни? Те, кто с легкостью тратят? Или те, кто более экономный Способен на что-то собрать? Вот как ты считаешь? Слушай, ну, я, наверное, скажу так Что преуспевает тот человек Который может совмещать и разумную трату денег И при этом накопляя их Потому что, ну, как я уже говорила Что легкомысленные идут в импульсивные пути Кидаются во все тяжкие А люди, которые умеют экономить Естественно, они более дисциплинированные Они вкладывают в какое-то там свое будущее Инвестируют там в себя в какие-то проекты Опять же скажу, важно просто, мне кажется Находить вот этот баланс Между разумно тратить и экономить Ну, не скажешь, что экономить Копить, накапливать Потому что тогда уже будет ощущаться И чувство жизни И какие-то твои дальнейшие цели На что ты хочешь это все потратить Но все равно я вижу у тебя какую-то сдержанность В отношении финансов и денег То есть ты где-то в глубине Не позволила бы себе потратить много сразу И все остальное Твою историю я обязательно передам психологу Денису Северова Мы обязательно все обсудим И к какому-то выводу придем Спасибо Спасибо, Оля Было приятно Спасибо мне тоже Денис, мы прослушали историю героини Вероники Давай ее прокомментируем Очень хочется верить, что в ближайшем будущем Вероника начнет больше времени все-таки уделять Самой себе и своим собственным желаниям Очень часто человек, который в большей степени Сфокусирован на желаниях других людей Находится вот в такой ситуации Как будто бы я должен То есть я должен делать для кого-то Я должен делать для чего-то И многие люди, видя это, могут этим пользоваться Это не история Вероники Но очень часто, я думаю, что и в вашей жизни Тоже были такие моменты, когда появляется человек Который всем все отдает А самому себе ничего не оставляет И вот здесь, когда мы говорим про глубинные настройки Очень часто в этом есть незакрытая базовая потребность Своей нужности Человек, который отдает последнее своим близким, родным, детям Он чувствует себя нужным для них или нужной И поэтому вопросы своих собственных желаний Не рассматриваются даже близко Потому что история с потребностями Она всегда сильнее, чем желания, которые у человека могут быть И только лишь тогда, когда у человека закрыта эта потребность Быть нужным для кого-то, для чего-то Он сможет распознать свои собственные желания И начать их реализовывать Денис, а о чем говорит желание человека Когда он сливает большие суммы денег Например, если это девушка То это салоны красоты Дорогая одежда Например, психолог не раз в неделю Раз в месяц, а три раза в неделю Вот так хочется просто И, например, если это мужчина То покупка дорогих машин, квартир То есть обоставление себя Чем-то таким вот визуально красивым, значимым Какая там подноготная? И статусная Какая там подноготная? Ну, психологию я бы не трогал Неважно, девушки, мужчины Которые уделяют время психологии Это один, два, три раза в неделю Это пожалуйста Но иногда это слишком сильно Так как это начинает Отдавать некоторое такое зависимостью Как бы, да? И если мы говорим в большей степени Про прекрасную половину человечества Или вообще в целом Про людей Почему мы тратим такие деньги Большие часто Например, давайте вот мужчины Мы, мужчины, очень любим тратить деньги Потому что мы любим пускать пыль в глаза Да, да, то есть мы же как альфа самцы Как бы у нас есть какая-то конкуренция И вот мы покупаем дорогие машины Как бы, да, то есть это опять же Подчеркивая свой собственный статус И пытаясь часто доказать самим себе Что мы чего-то стоим в этой жизни Или, например, когда мы носим Какую-то дорогую атрибутику Да, то есть есть люди, которые Надевая дорогие часы или обувь Они просто демонстрируют это Да, это опять же Незакрытая внутренняя потребность Своего признания и значимости Но мне всегда нравилась другая сторона Когда есть страна Норвегия И у них, я не помню точно, как звучит это слово Оно чем-то напоминает такое, как знаете Итальянское альгенте, по-моему, да Альгенте, когда достаточно То есть когда варятся макароны Там есть достаточное количество И вот у них есть в Норвегии В отношении вещей, которые мы покупаем Они не гонятся за какими-то дорогущими Роскошными вещами Они понимают, что часто это обусловлено Излишними, простите, понтами Да, которые не имеют никакого смысла К ощущению своей самоценности Настоящей такой, да Которые нужны лишь для того, чтобы человек Закрывал свои внутренние комплексы А когда мы говорим про прекрасный женский пол Про девушек и здесь это эмоции Для девушки покупка вещей, путешествия Драгоценности, это эмоции Да, очень часто И ни в коем случае нельзя исключать Что и девушка, и женщина может тратить деньги А не для того, чтобы пустить пыль в глаза Как мы часто делаем это мужчины Но в большей степени девушки Действительно более эмоциональны И для них покупка новой вещи является Как получением банальной эмоции Радости и счастья То есть подноготная абсолютно ясна И по сути Более и более чем Ничего такого постыдного даже там нет, правильно? Смотрите, ну как бы можно, конечно Говорить еще про какую-то жадность человеческую Как бы, да То есть когда вот в отношениях Часто я хочу вот это, вот это, вот это Как бы, да Историю про самоиндентификацию То есть когда у человека нет внутренней составляющей Он себя ассоциирует и идентифицирует С вещами, которые вокруг него Автомобиль, дом, драгоценности, дорогая сумочка То есть мы начинаем как будто бы создавать образ Самих себя через вещи, которые мы потребляем Но есть и другая история Да, с учетом того, что мир часто такой Знаете ли Неприятный может быть Как бы, да И люди у нас же не все такие добрые, пушистые То часто Это очень-очень редкая категория Но о ней тоже нельзя не сказать Это категория людей, которые Через свой образ Через свой стиль Формируют вот как бы границы От внешнего мира Да, то есть мне комфортно в той одежде Мне комфортно в дорогих очках Мне комфортно с атрибутикой И тем самым я как будто бы создаю такой слой Да, от местами неприятного внешнего мира Да Денис, у нас на съемочной площадке героиня Екатерина Давай прослушаем ее историю У нее полярная история первой героини Давай прослушаем и ты ее тоже прокомментируешь Давай, с удовольствием Итак, на съемочной площадке героиня Екатерина Которой есть что рассказать в съемочной группе Про расточительность Екатерина, здравствуйте Здравствуйте, Ольга Мы вас пригласили на съемочную площадку неспроста Расскажите про те истории, когда вы, тратя деньги, не могли остановиться Вы знаете, я всегда так делаю Стоп, это вообще не мой конек Откачиваю деньги всегда легко, с удовольствием, очень делаю это, люблю Это не только на покупки, это впечатление Прогулять всю зарплату на день рождения На последние деньги, будучи без работы, купить шубу Летяв в новую страну, вообще не зная, как я там буду работать Ну, понятное дело, я ехала на работу, но это были вот реально мои единственные сбережения в тот момент Я покупаю люксовые очки за 300 евро Вот это вот истории про меня из жизни А были ли когда-нибудь попытки сэкономить? И чем они заканчивались, если были? Вы знаете, я не верю в экономию вообще Я считаю, что это не то, что должна делать женщина, а вообще в принципе люди Я верю в базовый закон вселенной Чем больше мы тратим, тем больше нам вселенная возвращает Вот, поэтому к экономии отношусь крайне враждебно Считаю, что большие деньги не зарабатываются экономией Большие деньги зарабатываются идеями, трудом и так далее Вот, а в принципе женщина, которая экономит на себе, побуждает мужчину экономить на ней Поэтому женщинам ни в коем случае нельзя экономить Девочки, тратьте последнее, вам все вернется Вы упомянули про мужчин И мы все-таки знаем, что ваш бывший супруг венесуэлец Как он относился к вашей такой расточительности, к расточительности белорусской? Как в Венесуэле к этому относились? Ну, в общем-то, мне в принципе относительно с мужем повезло Он мне был прям скупердяем Вот, но он меня так ограничивал Я все время, если мне надо было что-то купить, я покупала за спиной Потом такой, ой, дорогая, откуда у тебя это платье? Это ж старое, я ж его купила, там, два года назад Вообще на распродаже Он такой, а, да, не виделся такого Ну, вот по такой схеме все прокатывалось, все было хорошо А вот вы как считаете, успешны ли транжиры в жизни более? Или более успешны те, кто способен экономить деньги? Вот ваше мнение на этот счет? Ну, повторюсь, никогда большие деньги не зарабатываются способом экономии Я не думаю, что Билл Гейтс сделал свое состояние тем, что высчитывал, сколько он потратил на хлеб и молоко в магазине Вот, поэтому надо работать, работать головой в первую очередь Генерировать новые идеи, новые способы заработка И тогда экономить не придется ни дня в жизни Какой совет вы можете дать зрителю? Главный совет, не экономьте на себе, не жалейте на себе денег Мы живем один раз, никто никогда не знает, когда наступит этот последний день И вот откладывать, ждать чего-то, экономить и не наслаждаться каждый день своей жизнью Это просто, мне кажется, прожить впустую Екатерина, мы тему передачи рассматриваем под разными углами Поэтому ваше мнение тоже будет очень интересно психологу Спасибо И вам спасибо, Ольга, за приглашение Была очень рада пообщаться Спасибо большое Денис, о чем история героини Екатерины? Екатерину ни в коем случае нельзя назвать такой, знаете, вот как заядлой шапоголичкой А не оманкой, вот это вот слово, которое очень часто присутствует в последнее время С учетом развития социальных сетей, масс-маркетов Но в ее случае был очень важный момент, когда она как не призналась Откуда это платьишко, по-моему, откуда эта вещь взялась И вот эти признаки, они как бы такие, знаете, незначительные, кажется Но они всегда показывают о том, что у человека уже есть с этим вопрос Да, то есть есть признаки, по которым всегда можно понять, что уже есть проблемы Да, первый, самый главный, это когда человек покупает, транжирит деньги на какую-то вещь А потом испытывает разочарование, угрызение совести, чувство вины Но в героине этого, по-моему, не было видно Как бы, да, единственный момент такой был Это когда человек начинает обманывать других людей Как, через что эта вещь, откуда она взялась Как бы, да, и вот тут уже вопрос Потому что когда мы начинаем немножко прятать все это, да То есть у нас возникает история со стыдом Как будто бы, да, мы уже не хотим признаваться другим людям В том, что мы купили очередную какую-то как для себя Не знаю, кто-то игрушку, ну, игрушку я имею в виду взрослую Как бы, да, покупает кто-то как одежду И здесь, слушая героиню, я так понимаю, что ее желание Это как раз-таки получение эмоций Получение впечатлений Которые, опять же, очень часто, если мы заглядываем в психологию Говорит о том, что у нее нет внутренней составляющей радости и счастья А которые она пытается компенсировать через покупку вещей Это как один из самых простых способов немножко себя порадовать Пощекотать свой дофамин, серотонин, эндорфин Как бы, да, наполнить свою жизнь радостью Денис, а вот расскажи, как с клиентами ты прорабатываешь ту самую излишнюю расточительность? Супер, классный вопрос Смотри, Ольга, приходит клиент и говорит, что, в принципе, вы знаете, я зарабатываю Это прям реальная история, да Я зарабатываю достаточно много, да, особенно по рамкам белорусских зарплат, да Она говорит, деньги, они у меня вот куда-то вот они постоянно уходят, да И как мы вот сегодня общаемся, говорим, что в основе любого какого-то нашего действия Поступка, особенно именно неэффективного, лежит какая-то первопричина всегда Она может быть на уровне сознательной части Она может быть на уровне бессознательной части Скажу точно, это очень важно, что в основе любого нашего какого-то неэффективного действия Всегда лежит первое, либо какая-то эмоция, чаще всего это страх, да Просто это страх, не то чтобы мы боимся, как бы, да А страх, он может прятаться за тем, что, ай, мне это не надо, я этого не хочу, да Или прятаться за прокрастинацией, или прятаться за забывчивостью, за чем угодно, да Или, например, чувство вины, стыд, то есть такие базовые эмоции, гнев И в основе убеждений, то есть это как если мы говорим про эмоции, это лимбическая система Если мы говорим про убеждения, про мысли, это нейроночка наша, да И фактически это такие программы, которые говорят нам, например, что иметь много денег это опасно Иметь много денег тебя могут унизить, тебя могут обокрасть, да И все это происходит совершенно бессознательно И когда мы начинаем работать с человеком, мы прежде всего через, безусловно, психологические практики, техники Выявляем основу и первопричину Да, очень часто, например, в основе таких историй, как расточительство, транжирство Является страх обладать большими деньгами А если у нас есть бессознательный страх обладать большими деньгами То наша бессознательность делает все для того, чтобы мы максимально быстро от них избавлялись Неважно, сколько бы мы ни зарабатывали Поэтому в моем случае я такой очень практичный психолог Я работаю именно с первопричинами, не просто там вот, а у вас там мама или папа там как-то где-то нет Мы находим причину и, не очень люблю это слово, прорабатываем, скорее устраняем ее из нейронных сетей человека И погружаем в нее новую программу, когда человек может свободно накапливать, свободно без вот этого вот невроза тратить деньги Денис, а как прорабатываешь излишнюю жадность, экономность? Как это прорабатывается? Скажу опять же, Оля, что, наверное, вот с излишней жадностью, экономностью это большая редкость, когда ко мне приходят Потому что люди, особенно экономные, жадные, они вот такие Хотя бывает такое, это чувствуется Например, вот я, когда провожу какие-то мероприятия или делаю встречи открытые Там видно по людям, что у них жадность Они ни в коем случае не отдадут эти деньги И прорабатывать эту проблему очень сложно, опять же, ввиду того, что человек, по сути-то, и не обращается с ней Для него это базовая настройка, которая необходима ему, ну, как кажется, его бессознательному для выживания Потому что деньги равно безопасность Поэтому люди становятся жадными не потому, что они, как бы, знаете, такие вот неприятные А потому что во многом жадность, это объясняется их внутренними глубинными настройками Что деньги, это безопасно Ну, есть, безусловно, такие, как вы знаете Жадность, она всегда обусловлена тем, что я хочу взять больше, чем мне принадлежит Не потому что я не хочу отдать, как бы, да, это, как бы, такой момент экономии А жадность, это именно провзять, про захватить что-то чужое, да Поэтому, откровенно скажу, в практике в моей, вот именно люди с жадностью, с жадных людей Может быть, они обращались, да, они обращались с другими запросами В них чувствовалась эта жадность, как бы, да Но конкретно, чтобы человек приходил ко мне с таким запросом, у меня не было О чём говорит тот факт, когда человек, вот, работая, ему всё кажется Мало заработал, ещё надо, и ещё, и это бесконечное что-то Вот сколько бы этот человек не заработал, ему кажется, мало, надо ещё Вот про что это? Всегда важно понимать, что является деньгами для человека То есть, что это, да, это безопасность, это власть Это признание и самопризнание, или самоценность Или это, как знаете, возможности, свобода, да То есть, для каждого человека понятие денег имеет какое-то своё исключительное, особенное значение А для большей части людей, да, это, наверное, про, ну, в какой-то степени про безопасность, про необходимость, да У нас само понятие работа часто ассоциируется с чем-то негативным, как бы, да То есть, вот, опять мы идём на работу, когда уже выходные, да То есть, уже именно неправильное, неверное отношение именно к работе И, возвращаясь вот к такому человеку, которому всё время мало, да Важно понять всегда, что для него является деньгами Деньги для него это что? Это признание себя Или, возможно, он пытается доказать своему, ну, часто, да Да, это классическая история, что, наверное, я всегда говорю 99%, ну, по общению все 100%, что мужчины, ну, как и женщины, да То есть, которые находятся в списке Forbes, это люди, у которых всегда были вопросы с отцами Отец — это фигура, это важный момент, отец — это фигура как внешнего мира, как взаимодействие с внешним миром, свежим восприятием И люди, опять же, из Forbes, да Для них деньги — это попытка доказать своему отцу, что я чего-то стою в этой жизни И доказать всему миру, что я чего-то стою в этой жизни И очень важный момент, который есть у каждого, наверное, Forbes, давайте в 99%, это момент обесценивания Вот тот самый случай, когда вы говорите, что вроде бы все больше и больше, но мало Да, потому что человек планку, которую он достигает, он ее обесценивает Дальше вверх, тут же обесценивает Это позволяет человеку быть хорошим карьеристом, да, строить карьеры, быстро двигаться вверх Но обратная сторона всего этого — человек никогда не бывает счастлив И никогда не будет счастлив, неважно, сколько у него несколько миллионов, или несколько десятков, или несколько сотен миллионов долларов на счету О чем говорит желание копить деньги? Это жадность или что-то еще? Копить деньги, смотрите, опять же, несколько моментов Мы можем копить деньги на что-то Например, у нас есть какая-то цель Мы хотим новый автомобиль, либо хотим подарить жене какой-то подарок, да, либо хотим накопить на дом Да, то есть это совершенно оправданная цель, когда у нас есть что-то, что мы хотим купить Но другой момент, когда мы, вот есть такая поговорка, мы сидим на деньгах Да, то есть вроде бы у нас все есть, да, а мы начинаем вот как бы вот это вот именно стяжательство такое Вот мы начинаем сидеть на деньгах, понимая, что радости они нам никакой не приносят То есть мы не можем их потратить ни на эмоции, ни на удовольствие, ни на счастье, ни там, чтобы как-то порадовать близких, дорогих нам людей И вот в этом же есть определенные проблемы Но опять же человек их, возможно, не видит, да, потому что для него в этом плане как все в порядке И здесь вот эта вот, та подушка денег, на которых он сидит, она всегда обусловлена страхом Страхом того, что может что-то случиться, страхом разорения, страхом, что украдут эти деньги, что-то еще как бы вот покушаться Поэтому это всегда в большей степени источник эмоций и страх, когда у человека нету какой-то цели В других случаях я сам, начиная с детства, мне нравилось копить, как бы, да, то есть там вот все вот эти копилки еще были Тогда я копил деньги, потом с удовольствием разбивал их, радовался этому количеству денег, как бы, да, покупал себе какую-то классную вещь Вот, и, соответственно, как бы, сам момент накопления денег, он всегда важен для человека То есть вот именно как откладывать какую-то часть денег для того, чтобы сохранять ее на перспективу То есть это рационально, когда человек с зарплаты что-то, да, откладывает Абсолютно правильно, конечно, но мы все взрослые люди, никогда не знаем, что может случиться завтра, послезавтра Поэтому откладывать деньги, это важный необходимый навык Но это же про тревожность, нет? Нет, это скорее про предусмотрительность, как бы, да Если я откладываю деньги, там, не знаю, 10, 15, 20, 50 процентов, как бы, да Это ни в коем случае не говорит о моей тревожности Это скорее говорит о моей целесообразности и понимании того, что через какое-то время эти деньги могут мне понадобиться Или, возможно, я смогу их вложить в какое-то дело, которое принесет мне еще большую часть денег А вот расскажи мне, дарят ли деньги по-настоящему ощущение счастья человеку? И какой вообще гормон вырабатывается у человека, когда он, например, предположим, получает зарплату? Хорошо, хорошо Но вообще, когда мы говорим про гормональную историю, да Вот последние, наверное, несколько лет там усиливаете слово дофамин Дофамин, мы стали все дофаминовозависимы, как бы, да Открою большую тайну Дофамин это не гормон удовольствия Да, дофамин это гормон ожидания удовольствия, как бы, да То есть это именно не то, когда мы получаем что-то Когда мы получаем и как раз-таки испытываем Мы получаем гормон, когда мы получаем вещь, которую хотим И испытываем, скорее, эндорфин, серотонин Но когда мы ожидаем вот этого, да Что с нами, что-то должно хорошее случиться Или вот зарплату нам наконец-то дадут То это история про дофамин именно И здесь, опять же, видите, возвращаясь к тому, что мы говорили Что значит деньги для каждого из нас Кто-то деньги обесценивает Для кого-то деньги не имеют какой-то ценности Ввиду того, что он совершенно другими категориями меряет То есть есть люди, например, науки часто Прекрасный пример тот же самый Перельман Который получил один миллион долларов За разгадку формулы И когда он от неё отказался Он сказал, зачем мне ваш миллион, когда у меня есть вся Вселенная Вот, то есть это люди, которые меряют жизнь совсем другими категориями Я не такой Я понимаю, что деньги — это ценность Что деньги — это возможности Что деньги — это важная, необходимая, составляющая часть Жизни каждого взрослого человека Но относиться часто к деньгам Как к самой большой ценности на свете Тоже не нужно Потому что, опять же, в силу разных ситуаций Жизнь может выкидывать такие коленца Где нас могут лишить денег Потому что человек, который очень сильную степень варности Придаёт чему-либо часто деньгам У него возникает очень сильная фиксация Вот это вот и возникает жадность, стяжательство И по человеку всегда видно это Что вот он её прям, дайте мне денег А часто получается, что если человек испытывает какое-то очень сильное напряжение В отношении чего-либо И такую прям фиксацию То у него возникает страх потери всего этого И мозг, он же так работает Он сам начинает накручивать программки И сам начинает формировать какие-то события, ситуации Где есть большой риск, что человек просто потеряет деньги Поэтому к деньгам нужно всегда относиться с большим уважением И понимать, что для вас являются деньги Есть на самом деле прекрасный тест Можно сделаем такое, да? Возьмите ручку, просто поставьте вот так вот её перед собой Закройте глазки И представьте, что сейчас в этой ладошке я кладу купюру в 100 долларов Какие у вас ощущения? Я чувствую удовольствие и желание потратить на что-то такое ценное Которое и мне поможет где-то даже в реализации И мне будет и приятно, и тем не менее это будет и полезно У вас сразу, пускай пока глазки ещё будут закрыты Каждый зритель может делать то же самое Смотрите, я сразу скажу, что у вас проявляется такое, как желание маленькой девочки У вас вот такое, вот такое, да А теперь смотрите, представьте, что я кладу в ладонь Пускай это будет 1000 долларов То есть там уже такая, знаете, вес немножко чувствуется, да Что здесь? Какие эмоции, чувства, ощущения вы испытываете? Тревожность Вопросик Какой-то вес Ну, то есть даже руку хочется немного Немножко вниз Да, 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 да Тело всегда очень хорошо, да И уже как-то где-то и лёгкости не возникает То есть они есть, но нет уже того чувства удовольствия, она улетучилась Да, да, очень здорово, что вы быстро определяете вот эти моменты Да А теперь представьте, что я кладу в вашу ладонь 20 тысяч долларов Ещё больше, вот так Угу, угу, угу Всё, открывайте глазки Да, это простые такие диагностические методы, способы, которые помогают понять вашу связь с деньгами И то, как вы к ним относитесь, да Именно к тем суммам, которые как будто бы вы пускаете, ну, в свой ум, можно сказать Да О чём моя история? Ваша история о том, что у вас есть либо какой-то страх Либо ощущение того, что вы пока недостойны больших денег К сожалению Да, но это всё ещё раз говорю Моя история и задача не про то, что выносить какие-то вердикты эпикризы ни в коем случае А история всегда подсвечивать какие-то моменты, которые обязательно нужно корректировать То есть здесь нет психологии, это не психоанализ, когда мы говорим, что вот живите с этим всю свою жизнь И нет Мы именно говорим о том, что всегда любую ситуацию её можно, поняв, исправить на то, что вы хотите А какое всё-таки адекватное отношение к деньгам с точки зрения психологии? Адекватное отношение к деньгам Это понимание, что деньги это неотъемлемый элемент жизни Это уважение к деньгам Да Уважение именно как, не как к средству управления Ну, можно же, как есть поговорки о том, что я могу купить всё, что угодно Как бы, да, любого человека купить Вот, и в этом случае человек на самом деле прячется за деньгами Да, у него есть большой капитал Но он теряет самого себя Именно ввиду того, что как не он управляет деньгами, а деньги начинают управлять им Поэтому, если мы говорим про такие больше психологические моменты Что не эзотерические, а именно психологические моменты Что деньги это, безусловно, как энергия И ваше отношение к ним, к этой энергии И определяет то, сколько их в вашей жизни Вот это очень важно понимать, да Боитесь ли вы денег? Относитесь ли вы к ним с уважением? Цепляетесь ли вы вот за какие-то вот маленькие, такие вот, как мелкие проектики? Или наоборот, у вас образ мышления на перспективу, да Вы понимаете, что какое-то время вам нужно будет затянуть поясок Но зато спустя какое-то время, год-полтора-два Вы тут история не про заработайте А история про получите подтверждение своей ценности, своей работы В том числе в виде денег Денис, а есть ли упражнения, которые смогут помочь относиться к деньгам проще? Ну есть хорошо, нет заработаем, ну и ладно Оль, мне сейчас первое, что мне вспомнилось Это очень смешной ролик какого-то агентства, по-моему, по недвижимости Когда они каждое утро собирались и говорили Деньги идут к нам, деньги идут к нам Или, простите, вот это вот мракобесие Я не буду называть участников, организаторов всего этого То есть вот это вот как бы денежные марафоны Когда мы медитируем, представляем, что деньги идут к нам какой-то рекой, потоком Вы можете заниматься этим сколько угодно Но самая большая проблема в том, что вы начинаете обманывать себя И снимать ответственность себя тем, что я сейчас как на медитирую Как, простите, на дышу Можно такое на дышу, все знаете чем Вот эти вот все моменты, они очень опасны Ввиду того, что человек, находясь в состоянии часто безденежья Безденежья он и так находится в состоянии какой-то такой вот тревожности Да, веры во что-либо, вот дайте мне, вот подскажите мне И на этом очень часто называются как мошенники Да, вот обещают там миллионы, как бы да Вы сейчас просто откроете свое сердце, что угодно Как бы да, и на вас валится несколько миллионов долларов А если запрос, большой заработок Как мотивируешь клиента? Супер, вот это уже про конкретику, да Вот такие вещи я люблю Опять же, понимаете, у каждого человека свое понятие большое заработок Да, например, когда я только-только начинал заниматься психологией Я брал около, по-моему, тогда было это эквивалент 5 долларов То есть за сессию как бы да И для меня это уже были какие-то деньги Потому что тогда психология-то была вообще внизу То есть ее не считали, не то чтобы наукой Ее не считали каким-то как полезным родом деятельности И понятие большой, оно формировано скорее даже не то чтобы по отношению к деньгам А вообще по отношению к себе как к личности Да, если, например, я считаю, что для меня какие-то деньги, уровень Ну, там, чтобы мы не цифрами оперировали скорее, как бы да А именно состояние, да Что я считаю, что какая-то часть денег для меня большая Мой мозг будет делать все для того, чтобы еще больше убедиться в этой мысли Да, и они, кажется, будут казаться для меня большими недостижимыми Да Вы можете вот вспомнить, например, ситуации, когда вам, ну, все были студентами, да И цифры там совсем были как бы мизерные по сравнению с тем, что есть сейчас, да Но и сейчас, казалось бы, вот я вот думаю Ага, если бы я тогда, это предел мечтаний моих был, да То есть сейчас вы понимаете, что то, что вы можете зарабатывать, это как просто спокойный, ровный, да, комфортный образ жизни без каких-либо изысков и излишеств И вот здесь история, когда мы говорим про деньги, всегда важно понимать планку вот этого большие деньги И первое, либо отсекать страхи, которые держит человека, вот как мы с вами немножко, да, подиагностировали Либо просто снижать эту планку для восприятия ума и бессознательного, чтобы нам не казалось что-то очень большим, важным и великим А прекрасный пример, это когда мы идем на свидание, да, с человеком и очень придаем ему сильную важность и значимость, да Неважно, это романтическая встреча или это бизнес-встреча Мы начинаем тревожиться, волноваться и превращаться в таких маленьких, ничтожных, да А в отношении денег то же самое Если мы представляем, что сумма для кого-то это может быть тысяча долларов, для кого-то это может быть пять, для кого-то десять А для кого-то и миллиона не хватает для того, чтобы чувствовать себя маленьким и ничтожным То мы показываем, как, ну, не свою ценность, но показываем горизонт нашего восприятия Что мы достойны брать в этой жизни Или другой пример, когда, неважно, вы работаете обычным, неважно, инженером, специалистом, психологом Вы не миллионер, не миллиардер, но вы приходите на встречу с человеком, да И вы ведете себя с ним свободно и спокойно Убирая какие-то вот все вот эти лишние атрибуты И в этот момент у вас и появляется ощущение, да, что я достойен общаться с таким человеком Как и я достойен зарабатывать большие деньги Поэтому, отвечая на ваш вопрос, первое, это всегда история со страхами То есть всегда нужно отсекать страхи, это как такой балласт, который не дает человеку подняться И, фактически, уже поднимаясь, человек по-другому воспринимает вот это большие деньги, да Они для него становятся не такими большими, да, просто понятие большое становится выше Денис, мне важно, чтобы в нашу тему ты адресовал посыл нашим зрителям Что ты хочешь им сказать? Дорогие зрители, мой посыл будет заключаться в том, что, как и часто между полярностями, между крайностями есть золотая середина И пускай эта золотая середина дает вам ощущение и взаимоотношение с деньгами целостное Как действительно это часть вас, часть вашей жизни Денег не нужно бояться, их не нужно опасаться Но и не нужно прям за ними гоняться и жадно отбирать у кого-то Поэтому мой посыл — уважительное, спокойное отношение к деньгам И всегда ищите золотую середину Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!